Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова На его счету много побед. Это всероссийские соревнования и международные турниры. Недавно он стал бронзовым призером первенства России по карате. Сергей считает, что планка должна быть высокой. В этот раз ее достигнуть не получилось, но всему свое время. Хотелось первое место, но чуть-чуть не получилось, чуть не дотянул. Подготовка прошла все отлично, чуть-чуть ментально не хватило. Где-то, наверное, настроя не хватило. Желание было, а настроя не хватило. Игорь Александрович убежден, Сергей – подходящий претендент на место преемника. Ведь в нем есть все качества, которыми должен обладать тренер. Он тонко понимает поединок, обладает трудолюбием и ответственностью. Обсудили наши провалы, так сказать. Им нужно ошибки убрать и наработать какие-то вещи, которых нет у соперников. То есть мы посмотрели его ряд соперников и нужно против них сделать контртехники. Времени мало. 9 сентября спортсмен выступит на чемпионате России в Казани. Разминка. Отработка технических элементов и работа в паре. Два часа на тренировку. Карате – многофункциональный спорт. Успех зависит от оттачивания всех навыков. Ноги должны быть сильные, руки должны быть сильные. И глазомер должен быть, на какой дистанции атаковать. Потому что, видите, они взлетают. Скорости очень большие. И тренировать уже мышление, чтобы ты думал быстрее, чем твой соперник. И, конечно, важно правильно кричать. Это часть японского боевого искусства. Именно в этот момент выбрасывается энергия и снимается напряжение. За счет чего движения выполняются правильно. Создать условия для развития каратистов Одинцовской спортивной школы – вот что важно на сегодняшний день. На это должны быть направлены средства и силы, убежден тренер. Ведь от хорошего зала и татами зависит будущее спортсменов.